Аналитики портала недвижимости Домофон Тру выяснили, как россияне оценивают чистоту в своих районах и составили рейтинг 200 городов России. В ежегодном опросе приняли участие более 90 тысяч человек. Исследование показало, что по оценкам чистоты лидирует город Губкин в Белгородской области, а среди регионов лидерами стали Краснодарский край и Татарстан. А вот Ростовская область оказалась далеко позади. Так, столица региона Ростов разместился на 155-й строчке рейтинга, а сразу несколько городов нашей области и вовсе вошли в список самых грязных. Так, Новочеркасск занял 196-е место, Шахты – 198-е, а Каменск, Шахтинский и вовсе в 199-й. Футбольный клуб Ростов сыграет в товарищеском матче со сборной Сирии. Информацию об этом передает пресс-служба Донского клуба. Известно, что игра пройдет 8 сентября в 18 часов на стадионе «Олимп-2». При этом вход для болельщиков будет бесплатным. В пресс-службе уточнили, что матч проведут в рамках миротворческих мероприятий. Игроки сирийской сборной останутся в Донской столице на неделю. Для них подготовили культурную программу. Кроме того, планируются открытые тренировки Ростова и команды из Сирии. Напомним, по итогам седьмого сезона Ростов оказался на первом месте турнирной таблицы. Наряду с желто-синими такую позицию заняли еще четыре команды, сообщает Ростов.ру. Ростов Муниципалитети заявили, что проект благоустройства учитывает интересы жителей прилегающих домов. Для реализации этих планов землю у собственников сгоревших в 2017 году домов будут выкупать по рыночной стоимости. В Ростове-на-Дону расторгли контракт с транспортным предприятием «Автоколонна-1559», сообщили в Департаменте транспорта города. Причинами стали жалобы пассажиров и допущенные в работе нарушения. Речь идет о договоре на обслуживание маршрута номер 40 МТ и 11-го. Он был заключен четыре года назад. Временно на себя маршруты взяла компания «Трансэкспорт». Пока не будет проведен конкурс. Автобусы организации работают на газу и приспособлены для инвалидов. Также были внесены изменения в маршруты. Так, на маршруте номер 40 МТ сделали 22 автобуса. Схему маршрута номер 11 продлили до пригородного автовокзала. Информация предоставлена сайтом Ростовгазета. В новом театральном сезоне главным режиссером Ростовского музтеатра станет Павел Сорокин. Об этом сообщили в пресс-службе театра. Сорокин является одним из самых талантливых и перспективных молодых режиссеров Российского музыкального театра. В Ростове он работает с 2012 года в должности режиссера-постановщика. За это время он поставил целый ряд спектаклей. Его первой крупной работой стала опера «Пиковая дама». Сейчас Павел Сорокин работает не только с Ростовским театром, но и с театрами в других городах России.